Итак, прежде чем мы продолжим, давайте я вам расскажу свою историю, как мне доставляли мой заказ. При оформлении заказа на доставку курьером на сайте нужно было указать время, когда вам удобно, чтобы вам доставили заказ. Я вывела время с 11 до 3 дня. И день поставила тот, который мне удобно. Прошло время, я жду в этот день доставку. Прямо вот с 11 села и жду. То есть у меня было запланировано некоторые вещи, но я думала, что именно в этот период я их отложила, я их как-то отменила и сижу, жду доставку. Время немалимо приближается к 3, а курьер мне до сих пор и не позвонил. Значит, я иду на сайт, пытаюсь связаться с менеджером. Значит, говорю, мол, так и так, описала ситуацию. На что мне менеджер в грубой форме говорит, что, ну как с грубой, не то, что прям вот грубо, а таким тоном, что вроде как и так все ясно, чего вы думаете. Что, мол, у нас такой услуги нету по выбору конкретного времени, когда вам нужна доставка. И дала мне номер телефона мобильного курьера, мол, сами звоните и выясняйте, где ваш заказ. Причем статус заказа на сайте был в состоянии сбора. То есть прошла неделя от момента заказа, а заказ был только в сборе. Потом где-то в районе 2 часов дня я посмотрела еще раз статус заказа, и статус заказа сметился на передан в службу доставки. Я нашла группу этого магазина ВКонтакте, и там был человек, который отвечал за доставку. Я связалась с этой девушкой, объяснила ситуацию, но она мне тоже ничего особенного сказать не смогла. Типа того, что, знаете, ваш номер заказа, я узнаю, какой у него статус. Я говорю, я знаю, какой у него статус. В общем-то, ну, такая ситуация бывает. В общем, а еще, ну, в общем, тоже ничего ценного она не сказала. А вот менеджер по телефону говорит, что, мол, сейчас предновогоднее время, и заказов очень много, и часто курьеры вообще не обращают внимания на то, что вы пишете там в сообщениях для курьера. То есть, знаете, когда обычно вы заказываете, делаете заказ, и какое-то сообщение для курьера, например, там, что в дверь нужно позвонить три раза, например. Или, там, не знаю, перед доставкой, там, за час позвонить надо обязательно. То есть, они на это, типа, не обращают внимания. Вот. Когда же я все-таки дозвонилась сама лично до курьера, выяснилось, что он находится буквально рядом со мной в соседнем районе. Вот. Ну, если он на машине, то ехать минут 15. И я говорю, как бы, вот у меня время доставки с 11 до 3, время уже почти 5, а вы мне еще даже не звонили. То есть, я долго буду ждать, вообще, вы приедете сегодня, или когда вы приедете. У меня доставка на сегодняшний день, а он уже подходит к концу. Как бы, если вы до полуночи работаете, то это не значит, что я могу сидеть и вас и ждать до этого времени. У меня должна быть, должна быть какая-то своя, ну, своя жизнь. Я не могу прямо с утра сидеть и ждать, а именно так и происходит. Что человек сказал, что, вы знаете, я сейчас вот, ну, вот, в Перова, да, и, в принципе, мне надо еще по одному адресу заехать. Я вообще-то к вам не планировал сегодня. Как-то не планировал, у меня доставка на этот день. Вот, и говорит такое, типа, ну, я сначала заеду там в другое место, а потом тогда к вам. И с такой интонацией, я сказал, типа, он мне делает одолжение. Вот, в итоге, Курьгер съехал с опозданием на 3,5 часа. Даже нет, на 4,5 часа. То есть он должен был крайний срок приехать в 3 часа дня, а приехал он по 8. И с таким видом, типа, он вообще не понимает, где он находится, что он тут делает. Причем он спросил номер подъезда, я понятия не имею, какой у нас подъезд. У нас корпус 1 и корпус 2. Это подразумевает, видимо, и подъезды тоже. Вот, честно, я понятия не имею, какой у нас номер подъезда. Это, я здесь больше 20 лет живу, понятия не имею. У нас это нигде не обозначено, на самом деле. И, как бы, когда тебе говорят точный адрес, такая-то улица, такой-то дом, корпус такой-то, этаж такой-то, то надо, как бы, думать о том, что, ну, нет там никаких дополнительных названий. Если это улица, то там нет, как бы, проезда. Или переулка. Вот. И как, когда он, собственно, позвонил мне сам еще, а, нет, он мне так и не перезвонил, то есть это я ему все время звонила, значит, спросил, как же к вам все-таки войти, я говорю, вы наберете определенный номер, у вас впустит консьержка, расскажете, в какую вы квартиру. И когда будете на лестнице, ну, на лестничной клетке, возле листа, позвоните определенное количество раз, с определенным интервалом. Человек просто вот так, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды в эту кнопку, и все. Мало ли кто это, какой сумасшедший, звонит в дверь. Откуда я должна была знать? И, то есть, когда у меня пошла мама открывать дверь, и он с таким видом стоял, что, типа, а что вы мне не открываете? Вы мне сами названивали, просили приехать, а дверь не открываете. И когда в квартиру вошел, то есть, с таким видом, типа, что вы мне все должны держите ваш убогий заказ, и давайте мне скорее деньги. Он этого не говорил, но это читалось прямо в его поведении. И было очень неприятно вообще само это отношение, то есть, я практически весь день провела в ожидании курьера. Я, естественно, связывалась с ответственными за доставку, ну, с менеджером я уже не стала больше связываться, ну, просто такая неорганизованность в плане курьерской именно доставки, не знаю, какая другая еще у них, как работает другая доставка. Ну, курьерская доставка, ни на что вообще, как бы, люди работают по принципу продавец всегда прав, а нужно работать по принципу покупатель всегда прав. И такое хамское отношение к покупателю говорит о том, что покупатель вам вряд ли еще придет, а если придет, вряд ли он выберет курьерскую доставку. Тогда зачем вам вообще нужна будет курьерская доставка, вам придется их всех поувольнять. В общем, такая была и приятная ситуация. Единственное, что я получила, это со мной извинились за такую ситуацию, и, в общем-то, все. Вот. Но с девушкой, ответственной за доставку, которую в ВКонтакте я нашла, мне было куда более приятно общаться, нежели с менеджером по телефону. Вот. Опять же, люди, которые работают на телефоне, они не очень-то культурные. Я не знаю, из каких мест их принимают на работу, но я сама работала на телефоне менеджером, и неважно, какое у тебя настроение, хорошо ли ты себя чувствуешь, или плохо, температура у тебя, или там, живот болит, это все неважно, потому что человек на другой стороне провода, ему, он об этом, обо всем не знает, и ему как-то вообще все равно. Неважно, как бы, в каком состоянии ты находишься, когда ты берешь трубку, ты должен сказать, здравствуйте, там, какой-то магазин, я вас слушаю, что вы хотите там, или чем я могу вам помочь. Нужно быть доброжелательным и добрым, даже если ты вот, по крайней мере, помираешь, как тебе плохо. Как бы, здесь люди относятся к этому очень халатно, поэтому, вот. Давайте перейдем к более позитивной ноте. Я вам расскажу о своих приобретениях и покупках, которые у меня были совершены в этом магазине. И дальше, давайте, начнем. Были раскраски. Значит, две вот такие вот раскраски Винтаж и Воха. В принципе, ничего ошибного, они тоненькие, вот, с нормального такого плана. Достаточно красивые, то есть, тут, ну, не видно будет, черно-белые рисунки, нет таких, которые начатые рисунки, но я не люблю, когда уже начатые, цветом раскрашены. Вот, интересные такие орнаментальные рисунки. Взяла, они недорогие были и за себе, собственно, даже не столько раскрашивать, сколько возродить в себе рисование, желание рисовать. Потом, также тоже очень красивая такая раскраска, прекрасные незнакомки. вот, здесь всевозможные девушки в разных образах, из разных эпох, какие-то, ну, очень интересные рисунки, некоторые такие детальные, прям, очень-очень детальные, и очень много каких-то мелких элементов в рисунке, очень красивые, и разными техниками. тоже покажу, когда до нее дойду. Вот такая раскраска, волшебная комната. Кстати говоря, тоже минус, книга была повреждена при транспортировке, доставке, в общем, она вот здесь, весь угол, он весь мятый. Вот, весь угол, он весь мятый, и мне это не очень, как бы, понравилось, что так халатно ко всему этому относились. Вот, в общем-то, тоже видела на нее обзор, понравилось, что в ней много мелких деталей, вот, я люблю побольше мелких деталей, вот, вот такая вот, ну, полностью, то есть, это дом, квартира, или комната какая-то, которая, ну, скорее, квартира, которая заполнена очень многими маленькими какими-то элементиками. Это российский, я думаю, русский художник Алина Ежова. Только, почему здесь два имени стоит? Нельзя, Наталья Покатилова называется, а художник Алина Ежова. То есть, два автора, не знаю, почему, неважно. Дальше у нас идет миллион котов. Там еще было, знаете, я долго выбирала, были, была еще миллион собак и тоже, и еще две такие же. Миллион котов и миллион собак. Разница в чем? Миллион котов с цветной обложкой и миллион котов раскрасить обложку. И точно так же с собаками. Миллион собак с цветной обложкой и миллион собак раскрасить обложку. И я сначала хотела и собак, и кошек, но потом долго выбирала, поняла, что собаки мне не очень интересны, там какие-то очень простые собаки. Как бы автор не сильно с собаками заморочилась, а вот с кошками очень сильно заморочилась. Не могу ее показать вертикально, она прям очень сильно отличивает. вот такая красочная обложка, она блестит еще. И я долго выбирала, какую же мне взять, раскрашивать мне обложку или взять цветную обложку. И я, в принципе, поняла, что сама раскрашить обложку я вряд ли буду, как-то мне это не очень нравится. Вот, поэтому сделаю такую и вполне довольна. Здесь тоже очень много деталей, интересные коты, совершенно разные, и толстые, и худые, и полосатые, и длинные, и какие-то там с короткими ножками длинными, очень много разных. А вот, также еще из-за уже такого творчества взяла для, скажем так, для рисования, для творчества. Уже не там, где мне надо раскрашивать, а где надо все само делать. Такой блокнотик взяла обычные такие листочки. Я думаю, что это просто упаковочная бумага. Стол он недорого и удобно, что у него сзади есть как бы вот эта плотная картонка, то есть можно в парке где-нибудь сесть и спокойно порисовать на этой, в этом альбомчике. вот и собственно еще мелочь в качестве мелочи неожиданной для меня такие покупки значит неожиданные просто некоторые из них я не знала что такое бывает. Клячку Стедлер люблю клячки у меня была я просто не помню куда она подевалась потом взяла вот такой кофе норов эластик мэджик он как бы слоеный такой многослойный и по идее должен стирать вообще все подряд но не знаю он такой странный шершавый может быть будет махрить бумагу а там взяла такой маленький эластик Стедлер черный не знала что есть черные эластики он упакован в пленку так что я не знаю как бы он мягкий или твердый попользуюсь и скажу вам и еще взяла вот такой тоже Стедлер эластик стержень который как я поняла нужно вставлять специальный какой-то карандаш которого у меня нету и где его взять тоже не знаю может быть придется съездить в художественный магазин посмотреть там впервые вижу такую штуку поэтому взяла стоил недорого так и из таких вот творческих пока что все а и собственно в итоге там была какая-то акция день матери или что-то такое и была скидка 20% на определенные какие-то книги ну точно не скажу на какие именно плюс так как я впервые на этом сайте мне предоставили по-моему скидку 5% на весь заказ вот и тоже у них еще была какая-то не знаю акция или что это такое в честь какого-то их внутреннего такого магазинного то ли праздника то ли чего-то такого не знаю в общем или это просто от суммы заказа зависит в общем я не поняла по какой причине этот подарок делают в общем вот такой вот календарь со давайте распакуем вот такой большой календарик а здесь просто картон посредине чтобы он не помялся вот так его не очень удобно показывать но тут кстати интересный да короче сверху сверху картинка изображен яблочные штук снизу календарь и вот здесь сверху описывают как например что яблочно-ванильный десерт для Оливера Свиста и его настоящих друзей то есть здесь эти десерты приведенные в этом календаре были как бы придуманы или использованы или как сказать созданы писателями своих произведений вот и яблочный штук можно встретить у Оливера Твиста вот и дальше то есть дальше нет описания дальше есть описание как бы автора и его отношение к яблочным штук есть персонаж название книги и написано что рецепт можно найти на сайте магазина также пишут что сложность изготовления блюда и сколько по времени это займет в общем довольно такой интересный подарок я думаю что он мне пригодится на следующий год и также в качестве подарка мне прислали вот такую сумку с я так думаю что это обложки книг или чего-то такое ну в общем какая-то такая интересная юморная она вот толстая довольно таки и у нее длинная ручка то есть в принципе я думала с ней в магазин ходить в книжный но да может быть летом куда-нибудь погулять пойти очень прикольная такая сумка стильная спасибо за подарки вот вот такой был заказ который составил кругленькую сумму вот я всеми книгами очень довольна и всеми подарками очень довольна и это было для меня жизненно вот такой был большой очень обзор я думаю что он будет целый день у меня грузиться на сайт подписывайтесь ставьте пальчики вверх кстати говоря подписавшись не забудьте нажать на колокольчик это новое введение на ютубе нужно нажать на колокольчик и поставить галочку что вы хотите получать любые уведомления об изменениях на канале вот и это такая новая фишка просто если вы это не делаете то в вашей новостной ленте новости моего канала они будут отображаться вот поэтому подписывайтесь нажимайте на колокольчик ставьте пальчики вверх и до новых видео пока пока пока